Какая самая большая задача, которая стоит перед нами? Она очень амбициозная. Ее как бы озвучили наши коллеги с «Единой России». Значит, это проект «Наш двор». Сегодня у нас где-то по 30% дворов мы привели в порядок. Каждый год мы выделяем определенные суммы, но они недостаточно. Ведь мы видим, что наши граждане, в первую очередь, они выходят и двор. Из дома вышел, уже оказался. Когда у тебя на дворе некуда ребенку или взрослому человеку присесть там или везде поставлены автомобили, это, конечно, неприятно. Сейчас идет большая работа. Во-первых, мы проводим инвентаризацию до 15 августа. Мы будем иметь паспорт каждого двора республики. Мы сейчас уже, вот, «Единая Россия» занимается муниципалитетами. Идет обсуждение с гражданами, какой форме есть, чтобы они хотели видеть. И в ближайшее время, вот, мы должны принять трехлетнюю программу. Мы хотим за три года эту задачу решить. Ипотека должна быть доступной. Мы говорим о тех гражданах, кому нужно жилье. Это молодые граждане, которые хотят рожать детей. Или те граждане, у кого жилье небольшое, им надо расширяться. То есть, как правило, жилье покупают не взрослые люди, покупают... Вот, даже статистика говорит о том, что молодежь. Сегодняшняя ставка ипотеки, там, около... Она была, там, 8 с чем-то, стала за 10, сейчас опять немножко упала. Но это не посильно для молодой семьи. Надо сделать все равно без поддержки государства. Это не должно быть более 5%. Все эти направления в интересах граждан и республики, и муниципалитетов, но в целом наши страны. Кто персонально отвечает в республике, потому что на федеральном уровне нужно... Самое главное ответственное – это я. Я пока работаю руководителем республики, и за все отвечаю я. Вот у каждого у нас проекта, естественно, есть целевые показатели. Но интересно, что лично для вас будет главным показателем того, что они успешно реализованы? Вам в Казани сейчас больше нравится или раньше лучше было? Сейчас очень нравится. Вот. А это не значит, что мы все сделали и остановились. Мы должны сделать так, чтобы вам еще больше нравилось. Нравилось не только в Казани, в Щелнах, в Сабах, в Кумаре, значит, деревня там, у Шторма. Везде. Но это большая длинная дорога. Нам важно, чтобы все это чувствовалось. Каждый житель республики должен это чувствовать. Каждый житель страны. Такую задачу президент ставит. Что касается Татарстана, ну, до этого времени Татарстан пока не подводил. Будем работать так, чтобы не краснеть перед руководством страны, перед нашим президентом. Я не против молодых, но в парламент должны приходить люди уже с опытом, авторитетные. А выбрал достойные преемники? Есть достойные преемники. На любую должность есть преемники. Татарстан, он не имеет проблем кадрового голода. У нас много, на любую должность. У нас есть достаточно много. Молодые, очень амбициозные, очень талантливые ребята. Готовы работать. Как бы нам тяжело не пришлось расставаться с деньгами, нам придется строить и ВСМ, строить и магистрали. У нас страна большая, другого пути нет. Мы рассуждаем вот в сегодняшний момент. Все наши... Это наша самая большая ошибка. Вот сегодня вот столько-то, а через 10 лет... Дорогу-то все равно минимум 5 лет надо строить, а что будет через 10 лет? Сегодня вот, если посмотреть МСМ, она уже забита. Поэтому надо строить дорогу. Я думаю, может быть, даже автомобильную дорогу строить пораньше. Параллельную? Она должна пройти немножко по-другому, чтобы другие экономические зоны расширить. Ну, где-то не прямо 2М7 идут. Охватывая те направления, которые интересны. Второе – ВСМ. ВСМ обязательно и в Питер, и в Казань, и дальше мы обязаны строить. Наша задача, чтобы страна изменилась, ее сделать мобильной. Мобильной она будет, когда вот ты сел в Казань и через 3,5 часа в Москве. Это будет другая страна. Я думаю, востребованность в этих школах везде будет. И это не значит только в национальных республиках это может быть. Но в национальной республике, наверное, первыми этот путь пройдут, наработает какой-то опыт. Мы считаем, что это большая, серьезная задача. Он был еще руководителем ФСБ, когда я первый раз его увидел. Он приехал, у нас была смена кадров, и так получилось, что я его встречал. Ну, вот, очень открытый человек. И мы говорили, он рассказывал, как в Санкт-Петербурге мещеть они реконструировали. Вот так. Я же много езжу. В принципе, Путин, он не только для нас наш национальный лидер. Его вот в Америке, в Европе, он говорит, если у нас с Путином был, у нас порядок был. Да? Это вот нормально. То есть у него огромный мировой авторитет. Это профессионал очень высокого уровня. Значит, с ним можно разговаривать. Ну, никаких сложностей в общении нет. Очень доступный, но и в то же время человек такой железной воли. Поэтому Всевышний ему пусть даст здоровье, и страна наша будет просветать. Редактор субтитров А.Семкин